Всем привет, с вами Зонг. И здесь у нас еще есть личный дневник, то есть писанины прибавилось. Вчера был подписан приказ о переводе меня в пятую авиагруппу под начало командора Каскасева. Вечером собрались с парнями отметить это дело, усугубить, так сказать. Усугубили. Последнее, что помню, как мы с полковником Стронгом поехали купаться в озеро. Дальше полный провал. Детали вырисовываются, но неотчетливо. Пришел в себя только сегодня днем в своей новой каюте на базе Зулу. Спасибо народу, что не выбросили. Надо бы им при оказии исправить ящик патронов. Пусть поохотятся на Джейрано Топов. Говорят, это только ФУТЦ на каждый патрон. Формуляр заведен. А в боевых частях можно хоть вагонами их списывать. Ладно, теперь где пилот. Четыре часа состоится брифинг для вновь превысших пилотов. Через сорок минут представление командору. Так что у меня есть еще время прибраться в комнате и почистить клюв перед докладом. Пока прибирался в комнате, наткнулся на какие-то заметки предыдущего постояльца. На листе бумаги вот чудак. Коптать мой высочий череп. То ли он поклонник старины, то ли боялся, что электронный дневник может кто-нибудь прочесть. Однако там есть пара весьма интересных надписей. На всяком случае, сканирую их в свой дневник. 21 апреля. Техник опять сообщил о сбоях бортового компьютера. Симптомы те же множественные записи в влогах о начале приема зашифрованного пакета информации. Затем обрыв связи. Странно. Предыдущие два случая имели место при патрулировании именно того же сектора. 23 апреля. Сегодня вечером опять иду в патрулирование того же района. Попросил техника вывести на основной экран предупреждение о поступлении запроса на прием пакета. 24 апреля. Так и есть, информация начинает поступать при приближении к районной точки маршрута. Если по карте, то это идеально точно на границе секторов 20.04 и 19.04. Там еще в скалах какой-то старый хлам валяется. Жаль, что опять не удалось завершить прием. Мы были атакованы вражеским патрулем. Завтра придется снова туда и слетать. Я так понимаю, это было написано не просто так. И есть какая-то... Какой-то эксплойт в миссии, который я, кстати, ни разу и... Не находил. Хоть и пробовал, кажется. Все внимание на проектор, господа. Итак, наша пятая авиагруппа квартируется на базе «Зулу». Это последняя из крупных баз на юге континента, остающаяся под контролем федеральных сил. На базе также расквартирован 6-й отдельный танковый батальон. Основные воздушные силы противника базируются на базе «Янки». Это бывшая база федеральных сил, чрезвычайно хорошо укрепленная в силу своего уникального расположения. Условную линию фронта можно провести через сектора 1905 и 2007, где ведут тяжелые оборонительные бои наши танковые части. Сейчас вы видите основные транспортные магистрали, по которым передовые подразделения получают подкрепления и боезапасы с тыла. Их неприкосновенность – основная наша забота. Противник готовит массированный прорыв линии фронта наземными частями. В случае успеха враг выйдет к базе «Зулу» и ее существование окажется под угрозой. Вражеские разведчики и свободные охотники чувствуют себя совершенно спокойно на прифронтовой территории. Противник пытается прорвать наши коммуникации и разведать направления для ударов. Наша главная цель – забоевать превосходство в воздухе в районе операции и обеспечить прикрытие наземным силам. За работу, господа! Видите, брифинги здесь стали еще более наглядными, по-военному ясными. И у нас опять пошли разветвления. Кануне ищут добровольцев на некую сверхсекретную и особенно опасную операцию в твоего врага. Подробности, как всегда, перед вылетом. Пойти в патрулирование по штатному расписанию или вызваться добровольцем. А давайте мы не будем придумывать. И пойдем в патрулирование района на перехватчике. Передовая группировка ЗУЛУ в секторе подокладывает о многочисленных контактах с университетными вражескими воздушными целями. Предположительно, лианские разведчики исследуют направление вероятного удара. Также с их стороны возможны беспокоящие акции по нашим конвоям на околофронтовой территории. Осуществить взлет с базы ЗУЛУ, патрулировать район. Унажение на противника неведомо уничтожать. Взаимодействовать со звеном Джулиетт, патрулирующим этот же район, обеспечить сохранность наших конвоев в районе патрулирования. Линию фронта не пересекать. На выбор нам вот дают, спирит или в райд. На этом мы еще, кстати, даже не летали. Наверное... Быстрее. Давайте что-либо попробуем. Не летали же ни разу. Это Фокстрот. Разрешите взлет. Это Джулия. Разрешайте взлет. Фокстрот 1. Взлет разрешаю. Фокстрот 2. Взлет разрешаю. Джулия 1. Взлет разрешаю. Джулия 2. Взлет разрешаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сектор 25-3. Контакты. Контакты в секторе 21-4-6. Это база ЗУ. Всем боеспособным. Противник пошел на конвой с транспортами в секторе 21-5-2. Патрулям работать в этом квадрате. Патрулям работать в этом квадрате. Внимание! В секторе 21-4-6. Обнаружены вражеские истребители. Новая отметка на санкции ресерсер 21-5-9. Внимание! В сектор 21-5-4. Неустойчивый контакт. Сектор 21-5-6. Продолжение следует... Сектор 21-5-4. Контакты. Пошел навстречу. 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 Сектор девятнадцать пять один. Контакты на сенсоре. Это Джулия. Закатали. Все чисто. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...